В Советском Союзе в 30-е годы собирались 7 центнеров с ектара. В 60-е годы вообще было три неурожайных года подряд. До таких, что и сажать стало нечего. В 1963 году Советский Союз впервые закупил зерно за границей. На сделку было потрачено больше трети золотого запаса страны. Тогда же появился анекдот. Вы слышали? Хрущев получил Нобелевскую премию по сельскому хозяйству. Он посеял зерно в Сибири, а собрал урожай в Канаде. В начале 21-го столетия цифры урожайности резко растут вверх. 20 центнеров с ектара собирают в среднем в России аграрии. Теперь эта цифра в два раза выше. Если в прошлом году с ектара собирали 33 центнера, то в этом 44. Это опять же складывается из погодных условий. В этом году они хорошо перезимовали. И в связи с этим такой хороший урожай в этом году. Сейчас применяются специальные высокопродуктивные сорта пшеницы. Правда, это сказывается и на качестве. В последние годы в России наблюдается производство избыточного количества фуражного зерна и дефицит пшеницы первого и второго класса. Трудности, конечно, возникли при уборке данного урожая этого года из-за плохой погоды. Потому что, к сожалению, были дожди в некоторых регионах, в некоторых районах. У нас очень сильный град прошел, что привело и к полеганию урожая и прорастанию зерна, что, к сожалению, сказалось сильно на качестве зерна. Пока преобладает продовольственное зерно третьего, четвертого класса и попадается пятого класса зерно – фуражное. Всю историю жизни зерна теперь можно отследить. В России с 1 июля запустили продуктивный сервер в ЕС «Зерно». Эта информация связана с производством, перевозкой, обработкой, подработкой, хранением, утилизацией зерна и продуктов его переработки. А также в данной программе мы видим перемещение на внутренних и на внешних рынках при закупках. Эта программа сделает прозрачным рынок зерна и позволит отслеживать вклад регионов в обеспечение продовольственной безопасности страны. Мы можем понимать, какого качества зерна выращено в том или ином регионе, какое там преобладание, если это пшеница третьего класса, четвертого класса или пятый класс непосредственно. То есть непосредственно качественные показатели мы можем отслеживать. В этом году государственному мониторингу подлежат пять культур. Это рожь, гречиха, соя, кукуруза, рис. Но риса в нашем регионе нет, поэтому к нам относятся только четыре культуры. Если в хозяйстве произрастает та культура, любая из четырех, при уборке, формировании партии зерна, они обращаются непосредственно к нам в Центр оценки качества зерна. Это что касается нашего региона. Мы выезжаем на отбор проб, отбираем пробу, исследуем ее на потребительские свойства. Собранный урожай пойдет на собственные нужды. Мукомольное производство, комбикормовые заводы и экспорт. Россия – первый производитель пшеницы в мире. Порядка 33 миллионов тонн зерна в год мы отправляем на экспорт. Воронежский регион тоже занимается продажей зерна. Перед отправкой продукцию проверяют на качество и фитосанитарное состояние. В настоящее время в этом году отправлено порядка 40 тысяч тонн в такие страны, как Латвия, Литва. Весь урожай соответствует нормам и требованиям той страны, в которую груз направляется. Если взять 2021 год, то зерна отправлена тоже в страны ЕС, а также еще отгрузка осуществлялась в Азербайджан. Отгружено порядка 150 тысяч тонн. Собранного зерна региону хватит. Без хлеба мы не останемся. Часть урожая будет продана сельхозпроизводителями государству для стабилизации цен. Минсельхоз собирается закупить около миллиона тонн зерна в регионах Сибири, Урала и Центральной России. Это нужно, чтобы сдерживать цены на муку и хлеб. Госфонд планирует в течение нескольких лет увеличить запасы зерна до 3 миллионов тонн. Их хватит на 2-3 месяца. Если зерно вырастет в цене, хлебопеки смогут по приемлемой стоимости купить его государства. Также Госфонд впервые в этом году начнет закупать сахар. Всего планируется купить до 90 тысяч тонн и увеличить запасы за несколько лет до 250 тысяч тонн.